Виталий, приветствую тебя! Наша традиционная встреча, как всегда, обсуждаем рынки, смотрим на них со всех возможных сторон, чтобы объективно прийти к какому-то пониманию того, что на рынках может происходить дальше. Сейчас все говорят о кризисе. Я, прежде чем перейти к непосредственно торговым идеям, тебе, как очень интересному оппоненту, задам вопрос. Ты вообще как думаешь, банковский кризис США позади или только впереди? Приветствую! По поводу вопроса, я думаю, что он впереди, но сейчас пауза. Лопнули несколько банков в США, мелкие пока. Как я уже говорил ранее, что вот этот первый банк Силиконовой долины, который лопнул, его специально, скажем, обанкротили, сделали слухи JP Morgan, чтобы их клиенты выводили оттуда деньги с целью, чтобы ФРС напечатал деньги и дал на рынок. То есть вот такая, чтобы получили новые деньги. По поводу швейцарского банка Credit Suisse, поэтому банку уже давно проблемы, да, это был вопрос времени. И сейчас небольшая пауза, как мне кажется, да, могу ошибаться, да, то есть рынку наплевать то, что мы думаем, да. То есть я думаю, что мы имеем какую-то передышку несколько месяцев, возможно, квартал-два, а потом снова, помнишь, 2008 год, да, тоже там было там Бирстым, да, вот этот первый банк, как он называется, мне кажется, да. У него начались проблемы, потом вроде бы их решили, а потом пауза небольшая, потом снова проблема, то есть вот такими волнами оно будет идти. Вот мне кажется, вот так. Слушай, ну я с тобой согласен, то, что пока еще рано говорить, что худшее позади. Я допускаю, что, скорее всего, очень много плохого еще случится, потому что если разбирать прям подробно, детально первопричину вот этого кризиса, если закопаться в американских облигациях, то, конечно, мы понимаем, что сейчас ситуация непростая. Если действительно облигация и то, что снизилась их цена, сработали маржин-коллы из-за того, что в космос улетела доходность трежерис, особенно двухлетик тогда. Если ситуация повторится, она может повториться, потому что американские регуляторы по-прежнему склонны бороться с инфляцией. Мы знаем, что самый лучший инструмент для борьбы с инфляцией по-прежнему повышение процентной ставки. Соответственно, чем активнее ставки будут расти или просто, если они будут расти дальше. Мы снова будем возвращаться к долговому рынку, где снова будем наблюдать за ростом доходности и снижением стоимости. И потенциально это тоже новые проблемы с ликвидностью у банков, если еще сохранится вот эта тенденция панического настроения и недоверие к национальной банковской системе, если вкладчики будут перекладывать свой капитал из одного банка в другой или из одного банка к себе домой, скажем, минуя банковскую систему. Да, ну вот я добавлю по поводу, вот ты как раз правильно отметил, по поводу вкладчиков, я добавлю о вкладчиках швейцарского банка, крупные вкладчики с Азии, с Ближнего Востока, они там позванивают в Швейцарию и говорят, так, у нас там были денежки на счету, пожалуйста, переложите их в векселя или в какие-то облигации, потому что они более надежные, нежели, допустим, деньги на счету, которые могут сгореть. Поэтому там тоже крупные вкладчики сейчас выводят деньги с швейцарских банков. Очень много на этой неделе будет зависеть от решения ФРС, потому что это решение поможет нам разобраться с масштабом текущих проблем. То есть если мы увидим, что ФРС повысил ставку и будет довольно щедро на комментарии, что мы готовы повышать ставку и дальше, потому что наша ключевая задача остается борьба с инфляцией, тогда, может быть, тема банковского кризиса несколько отступит. Но если мы увидим, что американский регулятор не повысит процентную ставку или повысит, например, на 25 базисных пунктов и скажет, что, скорее всего, на одном из ближайших заседаний нам придется свернуть текущий курс, текущий цикл ужесточения монетарной политики. Вот в этом, мне кажется, те, кто более-менее соображают, могут найти явное подтверждение того, что с банковским сектором США все очень и очень плохо. И американский регулятор, по сути, таким решением покажет, что он включил заднюю, потому что для него теперь первоочередной задачей является не борьба с инфляцией, а снова бешеное стимулирование экономики, заливание ее деньгами, которое пойдет на рынок. Отсюда, опять же, и рынок криптовалют, сейчас пухнет как на дрожжах, если говорить... Ну, я как бы сказал, он не прям пухнет, он чуть-чуть подрос там, ну, 10-15% это, ну, это не такой рост, как все ожидают, да? Ну, биткоин же сделал больше 30%, это не 10% все-таки. Ну, в зависимости, с каких цен смотреть, да, то есть в таком формате. Ну, в общем, те, кто рассчитывал на рост криптовалютного рынка, всегда говорили о том, что он возможен, если на рынках окажутся новые деньги. И сейчас есть надежда, что на рынках действительно окажутся новые деньги, потому что из разных источников много инфы, что ФРС вместе с Минфином и с Белым домом обсуждают новые меры поддержки, точные, там, до 50 миллиардов долларов, более глобальные, до 200-300 миллиардов, и совсем каких-то беспрецедентных мер поддержки в несколько триллионов, что и позволило сравнивать проблемы банковского сектора с проблемами, вот текущие проблемы, с проблемами 2008 года. Но тогда, правда, банкам предоставили гораздо меньше, если я не ошибаюсь, около 600-700 миллиардов долларов. Сейчас вообще порядок совершенно другой. Ну, действительно, условия непростые. И сейчас, наверное, спекулировать на идее того, что будет в рамках этой недели, очень непросто, потому что, ну, мы не знаем. Мы вынуждены признать, что от ФРС все будет зависеть. Я не хочу распыляться на большое количество финансовых активов. Я сейчас как бы на стороне тех, кто считает, что проблемы могут ухудшиться, усилиться. И причем в любой момент прям, ну, я думаю, любой со мной согласится, что не будет каким-то удивлением для рынков, если, например, к концу этой недели или даже сегодня на премаркете снова посыпется какой-нибудь банк американский, и все будут говорить, вот, все-таки проблемы были более обширные и так далее. Ну, не стоит переживать, потому что этот банк снова спасут и так далее. Такие тоже будут комментарии. Я думаю, что сам факт нахождения, например, того же самого золота в районе 2000 доказывает, что на рынке больше спрос на защитные инструменты сейчас преобладает. Я бы сегодня хотел среди торговых рекомендаций, давайте перейдем к демонстрации, поговорить о золоте, которое сейчас котируется на уровне 1966 долларов за тройскую лунцию. Коррекция идет после, да, теста 2000 многоменьшего максимума. Эта коррекция, на мой взгляд, абсолютно оправдана, потому что, ну, так вот просто наскоком преодолеть такой психологический рубеж было бы очень сложно. И рынок золота за буквально пару недель, мы видели, восстановился на 200 долларов. Это безумный рост. Он нуждается в коррекционном откате. И сейчас этот коррекционный откат может идти. Будет ли он началом развития медвежьего тренда и возвращения котировок к тем уровням, с которых золото поднималось вот с конца февраля, я бы не сказал. Я думаю, что вот эта коррекция, она может продлиться там до уровня 1950, а потом все снова начнут закупаться активным золотом в расчете на обновление новых и новых максимумов. Я бы даже рекомендовал сделку не ждать уровня 1950, а попробовать забросить отложку повыше к уровню 1990 и в случае пробоя вот этого предпсихологического рубежа рискнуть поспекулировать на идее импульсного дальнейшего прорыва уровня сопротивления и роста еще более обширного. Золото. На что может опираться своя восходящая динамика? Я сегодня на своем брифинге также рассказывал, что это потенциально на слабый доллар, если ФРС завтра начнет юлить и замедлить темп повышения процентной ставки, либо даже кинет на рынок намек, сигнал о готовности вообще отказа от жесткой монетарной политики. Это доходность американских трежерис, которые, разумеется, уже не в таких высоких уровнях, как были раньше. Это рыночный сантимент. ФРС не такой красивый по показателям, как было буквально еще пару дней назад. Тогда перекос был 20-80, сейчас 60-40. Но все равно толпа по золоту находится в коротких позициях. И меньшинство в покупках. И сам факт, вообще сохраняющийся вот этой экономической неопределенности и моей убежденности в том, что в какой-то период времени рынок еще поколбасит. То есть турбулентность сохранится из-за вот этих рисков усиления банковского кризиса, что будет повышать спрос на защитное золото. Так, еще инструмент, на который хотел обратить внимание, это европейская валюта. Спекулятивная сделка. Просто пользоваться текущей ситуацией, развитие восходящей динамики, текущей котировки 1.07.31. Можно попробовать купить даже с текущих уровней. Стоп-воза бросить на отметку 1.06.70. И ждать движения пары евро-доллар выше отметки 1.08. Рост евро опирается на решение ЦБ с прошлой недели повысить процентную ставку. То есть ЦБ уже как бы отчитался. Он повысил ставку в условиях даже начала банковского кризиса на 50 байсных пунктов. И тем самым создал для евро такое пока что искусственное преимущество, потому что в отношении Федрезерова все еще спекулируют. Будет ли это повышение процентной ставки, будет ли оно на 25 байсных пунктов. А в отношении ЦБ у нас есть фактическое решение. И евро как раз воспрял духом. Под конец прошлой недели уже четвертую сессию, по-моему, он растет как инструмент. Вчерашнее заявление Лагард, кстати, о том, что инфляция будет оставаться высокой в течение длительного периода времени, и все это время ЦБ будет повышать процентные ставки. Причем банковского кризиса как такового она не касалась. А если и касалась, то формулировками европейская банковская система стабильна и надежна. То есть она по-прежнему фокусируется на проблеме инфляции. Ну и мы знаем, что с этой проблемой делает регулятор, корректируя процентную ставку. Поэтому пока у нас не ясность в отношении действий ФРС. То есть фактически до вечера завтрашней торговой сессии я бы предлагал вам, друзья, активно спекулировать на идею роста евро. И вот докуда евро доберется к вечеру среды, ну время покажет. Но я думаю, что это будет отметка 1.08 с большой долей вероятности. И еще американский фондовый рынок 3.995 пунктов. Здесь уровень локального сопротивления. Сейчас даже по графическому линии, которые я указал здесь, они могут быть сигналом для принятия решений работы на коррекции с точки зрения технического анализа. Но и с точки зрения фундаментального, все, что я только что сказал про высокую вероятность развития банковского кризиса, на мой взгляд, это делает текущие покупки по американской фонде. Это как ловушка для покупателей. То есть инициатива может быстро измениться, настроения тоже могут быстро испортиться. И американский фондовый рынок очень быстро может уйти в затяжной нисходящей опеке. Особенно при появлении какой-то новой негативной истории, связанной с прекращением деятельности либо неплатежеспособности какого-нибудь банка. И я готов рискнуть в текущих условиях, опять же, шарця американский фондовый рынок. Если, друзья, вам импонируют эту точку зрения, вы считаете, что покупать выше 4 тысяч уже прям опасно, то, пожалуйста, считайте уровень 4 тысячи фунтов. Это хорошее, чтобы залезть, опять же, в короткие позиции и ждать возвращения данного индекса к уровню 3 тысячи 800 пунктов. В остальные инструменты пока не лезут, Виталий. Возможно, у тебя есть какие-нибудь рекомендации по другим активам, поэтому интересно будет послушать. Слово тебе передаю. Ну, по поводу вот даже вчера третий, да, по счету банк в США, Republic Bank, тоже накрылся. Ну, в каком формате он накрылся? Начал очень сильно падать. И, как видим, он там обвалился где-то на под 50% акции. И реакция на рынок была, я бы не сказал, какая-то негативная. Утром рынки чуть-чуть припали, но по итогу дня фондовые индексы, что США, что Европу, хорошо откупили. Поэтому здесь сложно говорить, что будет дальнейший обвал. Вот я сейчас перейду к демонстрации экрана. Давай начну с S&P 500. Видно рабочий экран? Да, уже видно. Супер. По поводу S&P 500. Пройдемся с прошлых идей, с прошлого вторника. Я давал рекомендацию на шорт. У меня были две зоны. Первая зона вот здесь в районе 39-40. И вторая зона плюс-минус в районе 4 тысяч. Гаврил, отсюда шортить. Мы, в принципе, что в тот же день, вторник падали, можно было интродэй заработать. Если кто, скажем, не фиксировался, дальше добрать позицию. Вчера неплохо падали в моменте. Но я вчера рискнул и перевернулся по фондовым индексам в лонг. Почему? Первая причина. То, что дали денег на рынок, да, 300 миллиардов. Как бы паника, я смотрю, если смотреть по фондовым индексам США, ну, какой-то глобальной нету. Вот если взять даже итоги прошлой недели, то мы даже чуть-чуть в плюсе закрылись по итогу недели. Ну, даже не то, что в плюсе чуть-чуть, а в плюсе закрылись, потому что вот видим динамику за последние 5-6 дней. У нас восходящий локальный тренд, да, и учитывая такие проблемы. То есть рынки почувствовали то, что им дали денег и начали откупать. Это первая причина, почему я перевернулся в лонг по итогу недели. И вторая причина техническая. Видно, что здесь неплохой заходной импульс был наверх, коррекционное движение, и мы вчера в районе 39-40, я своим подписчикам и ученикам говорил, рискуем, покупаем индекс. Почему? Как уже сказал, две причины. И на текущий момент, пока причин для шарта аналогично не вижу, я бы подбирал индекс на покупку. С текущих, если чуть припадет, также добавлялся. Со стоп-лоссом за вчерашний минимум. Вот если мы туда уже дойдем, скажем, сценарий будет отменен на покупочку. Цели в район где-то 40-50, 42. Возможно, мы добьем максимум прошлого месяца, февраля, да, и, возможно, выше. Так как у нас, как я уже сказал, возможно, какая-то будет пауза на рынках. Но обязательно со стоп-лоссами, так как в любой момент может вскрыться еще какой-то любой банк. Пока, вот если ты заметил, какие-то мелкие банки, да, если взять США, взрываются. И плюс заметил такую риторику, что все говорят о моральном риске, да. Это о том, что, ну, у вас проблема, ну, нужно было следить за риск-менеджментом. Почему вы там куда-то инвестировали и не следили за своими инвестициями, да. Ну, банкротились, все ваши проблемы. Поэтому не так-то будут и спасать вот эти банки пока. Дальше. Какая у меня еще была рекомендация на прошлой неделе во вторник? Это шорт евро-доллара. Я давал рекомендации на шорт в этой области, в районе где-то 1.07. Я говорил, что сделка рискованная, потому что вообще картинка по евро сложная. Но, как мы видим, рекомендации на шорт очень хорошо отработались через день, так как проблемы начались в Credit Suisse. Я еще, кстати, во вторник отмечал эти проблемы возможные. И на текущий момент я перевернулся с медведя по евро в БК, как и ты. Почему? Потому что я еще в начале прошлой недели, во вторник, когда на битве аналитиков давал рекомендации, пробовал под конец недели шортить евро-доллар. Но вот в пятницу шорт не выгорел, закрылся с убытком. И вчера в понедельник, точнее с выходных, я перевернулся в покупателя. И мы, в принципе, локальные покупки отработали. И дальше даю совет, как и ты, аналогично покупать евро с целями аналогично 1.08. Плюс не исключаю, не то, что не исключаю, а вижу среднесрочный рост евро-доллара в район 1.10. И, возможно, выше. Будет ли это с текущих? Пока вижу с текущих, возможно, еще будет какой-то заброс фитиль вниз сегодня или завтра на ФРС. По поводу ставок тоже немножко смущает то, что вот заметил ЕЦБ в Европе, да, проблемы с банками. ЕЦБ, как обещал 0.5 поднять, так и подняли. Хотя аналитики начали уже сомневаться, что вот проблемы. Но говорили, если они поднимут всего там на 0.3, 0.33, уже пошли слухи, то это покажет, что реально есть проблемы в еврозоне. Поэтому здесь тоже по ФРС, чтобы он не поднял на 0.5%, как и было на позапрошлой неделе ожидания аналитиков. С рисками соблюдайте, и все будет нормально. Чтобы не было, как в этих банках. Дальше. По золоту. По золоту я с тобой согласен. Но есть такой нюанс. Если смотреть в такой среднесрочной перспективе, я пока за покупочки, но пока сложно здесь купить. Нет хороших накоплений. Вижу какие-то возможные обновления максимумов, которые у нас были в прошлом году. Это где-то в районе 2.100, да. Мы торговались. Но если так начнется реальный кризис, вот этот банкопад, банкротство, то в моменте, я думаю, что золото тоже будет падать и достаточно сильно. Вот смотрите, вот здесь у нас 2008 год. Вот здесь видно. Смотрите. Вот начало кризиса золото росло, как и сейчас. И потом, вот когда начался вот этот банкротство Лайманн Бразерс и других там страховых компаний, смотрите, что мы по золоту сделали. Мы обвалились примерно на 30%. Практически под 300 долларов мы торговались где-то 1000-1100 и ушли в район 700 долларов. Поэтому по золоту, возможно, аналогичная картинка в среднесрочной перспективе, там до конца года, то, что мы подрастем. Локально здесь можно спекулировать на покупки золота. А дальше будет такая ловушечка. Хорошенько уйдут в район где-то примерно 1600-1500. Вот, как вариант, да, уже по факту будем смотреть. Я так наперед анализирую, что возможно будет. Уже по факту будем отбирать. И по поводу, чтобы что-то новенькое дать, мне кажется, кто торгует там евро, кто фунт, фунт-доллар. У меня такое ощущение, что он тоже будет расти с евро где-то в район 1.24.50 примерно. И, возможно, выше где-то в район плюс-минус 1.30. Если я правильно понимаю, что сейчас происходит на графике. У нас был мощный импульс в конце прошлого года. Сейчас идет накопление. И мы с этого накопления должны выпрыгнуть наверх. Поэтому работаем на покупочку. Мы вчера покупали данный инструмент, так как до этого шартили неудачно. Вот у меня вот такое мнение по рынку. Виталий, спасибо тебе за точку зрения. За то, что пробежалось тоже по большому количеству активов. Ждем ФРС. Уже через неделю, когда подведем итоги, и будет ясно, что ждет доллар, что произойдет с американским фондовым рынком. И еще по прошествии одной недели, уже спустя две недели, скажем так, развития всей ситуации с банковским кризисом, еще раз попробуем с тобой вместе пойти к какому-то консенсусу. Все-таки будет кризис или нет. Я думаю, что больше годных у нас будет уже через неделю. Посмотрим за тем, что думает американский регулятор по этому поводу. Ну а пока сделки мы дали. Единственное, что осталось добавить, это друзья. Все очень непросто, все сложно, непредсказуемо. Контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов. То есть риск-менеджмент – это принципиальная вещь, которая, как и всегда, на вас. Виталий, спасибо тебе большое за то, что смог найти время, обсудил рынки вместе со мной. Тебе тоже тогда хорошо отработать эту неделю. И увидимся в следующий вторник. Снова обсудим рынки. Спасибо. Все, пока. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok